Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наш разбор полетов, разбор нюансов в работе массажиста и мануального терапевта. В данном случае мануальная терапия не должна быть без массажа, поэтому это такой один процесс, переходящий к другой. Ну, давай еще немножко нюансу добавим. Если у кого-то потеет голова, ну, там, или волос, я не знаю, ты, может, меньше потеешь, да? Обязательно там либо бандан, либо вот такие спортивные порядочки есть, либо вешается в полотенце на шею, чтобы, не дай бог, на пациенте ничего не капало. И масло, когда мы льем, тоже не льем на пациента, а льем сначала на руку, да, чтобы с него растереть мягко вот так вот. По поводу еще диагностики, да, вот там поясничной, ну, просто сразу вот можно тоже показать, то возникли вопросы. Берем под коленку, где бедро, вот с этой стороны подкладываем руку, да, только ни в коем случае не на коленку. Это будет и мануальный прием, и некоторая диагностика. И вот так вот щупаем, кладем руку, дробно, здесь косточки, вращаем ногой во все стороны, по кругу, пациент должен быть полностью расслаблен, и смотрим позвоночник, вот, больно, не больно, она может реагировать, да, Светлана, ничего не больно? Ага. И сами позвонки мы так же вот щупаем, где они ходят, где имеют подвижность, где блоки зажаты. В данном случае у пациента все нормально. Вот, это просто еще один нюанс из диагностики, да, если вдруг кто-то жалуется, да, вот, на поясницу, да, можно найти таким образом, где конкретно проблемка. Еще один из нюансов, лайфхак. Так, простин подворачиваем под одежду, леничное белье пациента, да, чтобы не пачкать его одежду. А наши простины, ведь у нас проблема, массажистов это мы уже сами там постираем, погладим, выкинем или что-то еще. Так, и начинаем про диагностику. Вот еще есть вариант диагностики ложкой. Сейчас мы будем пальцами делать, да, но ложка тоже вот поможет. Если, например, вот она идет под тело, вот я ее с маслом немножко смазал, да, Там, где нагладка идет, там, значит, нету блоков. Вот тут вот, вот она чуть застревает. Но это нажат, и вот тут застревает, вот, в двух местах. Но это нужна такая очень большая чувствительность пальцев, чтобы именно... То есть пока вот это место, да, спорт, вот два места, да, я нашел. Еще, может, еще будет, чтобы я тоже протестировал. Вот тут немножко есть то, что мы говорили. Мне позвоночник, она щипали выше, чуть выше, чуть выше позвоночника, а это ниже. А, это то, что я стрелочке рисовал, да, да, вот попало сюда как раз. Здесь практически все ровно. Вот, ну, попробуй. То есть та ложка, да, не сильно прижимаем, так что там легонечки я тоже прижимаем, да. Да, но не сильно, так чтобы чувствовалось, бугорки вот здесь все. Ну, вот здесь застревают. Тут застревают, международно, по всему пройду, чтобы понять разницу. Угу. Тоже интересный метод диагностики. Ну, да, тут надо так, несколько, много-много раз, да, растущий раз, поэтому не чувствуешь разницу. Проведи еще раз, еще раз. Еще же есть ложка терапии. Ну, я с массаж ложками, в принципе, делаю, за счет того, что ты сюда, ну, вот такой тоже, скажу, забегая вперед. Да, вот у ложки, видите, у нее, как бы, репсовидная, или как-то называется. Ну, яйцевидная форма, да, с одной стороны закругление поглубее, с другой помягче. И за счет этого она хорошо внедряется вот в мышцы. Так что дело на счет, когда, например, можно просто эти мышцы вот так вот размять. Ну, можно там в бане, например, делать друг к другу, делать вот такой массаж ложкой. Только единственное, что аккуратнее не задевайте остырьем, поцарапывается, да. И так же можно и постукиваем делать. Вот такие. Не больно? Ну, если их много ложек, да, то это будет гораздо быстрее и интереснее. Вот, ну, ложка терапии, это мы расскажем в следующих видеороликах, да. А сейчас давай вернемся к нашему, к нашей теме. А тема у нас сейчас, в этом втором видеоролике, это подключение, после растягивания, поглаживания, растирания, да, включение теперь вибрационных техник. Дело в том, что ни один спазм мышечный, там, или суставные, да, он не выдержит вибрации долго. Рано или поздно он будет отпускать, расслабляться. Поэтому сразу, вот мы размяли... А, ты хочешь попробовать еще с лопаткой поработать? Ну... Вот как разогреться? Да, разогреться. Тут точно надо будет разогреть. Тогда просто немножко повторим. Значит, у лопатки мышцы идут вот так, веерообразно. Да, вот в эту сторону. Значит, мы их также растираем в этих мышц, достаточно сильно, ребрами, ладоней. Чем ближе они к нам, тем больше трения, да, трение передает тепло. Можно одну руку заменить на ладонь. И подкатывать валик. Вот такой валик. Или поменять руки, да? Вот. Вот. Потом заменяем одну руку, вот, ну, ладонь, например, оставляем, другую руку заменяем на все наши предплечья. То есть, целиком мы уже захватываем трапециевидную мышцу, да? И от шеи ее отводим. Видите, у нас на стороны прошли. Потом берем вот эти вот валики, уже широкими такими массивными движениями, мы локтевой технике проходимся по всему телу. И сразу я пальчиками включаю вибрацию. Вот этот валик из мышц. В этом мы же увидим, да? Параблистобральные мышцы, которые идут вдоль всего позвоночника. Да, можем дошедать дойти. Ну, если желание, можем до шеи дойти. Почему мы это делаем, да? Потому что мышцы сейчас, то есть, напряжены, они надвигаются на позвоночник, задавливают его, да? И мы их уже начинаем расслаблять вот этим движением, да? Это как бы уже вибрация, да, такая змеевидная, такое вот получается движение. Но еще не до конца вибрация. Следующую часть вибрации мы включаем ладонь запястья, запястье, да? Упираемся. И за счет движения пальцами ладони, растрясаем организм, позвоночник, росточки, да? Максимальное его место, где уже там трясутся. Как это делается? Вот этот нюанс в том, что все приемы, которые мы будем делать, они делаются от ног, от бедра. А это единственный причем, который делается вот такие. То есть мы трясем рукой, плечо у нас как бы закрепощено, чтобы был некоторый упор. А трясется рука. И даже вообще вспомогательная такая, да? Нет, это следующее. Да, это следующий прием. То есть сейчас смысл в треморе. Тремор такой задает. Вот так вот трясти, да? А дальше вот, когда мы вот так вот ожидаем, это мы ожидаем внутрь. Другой вектор направления движения. То есть сейчас мы растрясли ее вот так вот, да? Внутрь продавили вот туда. Вот такой вектор движения. И третий прием. Захватываем вот так вот, да? И двигаем, и давим вот этим пальчиком в остистые отростки. К остистым, да? Прямо в них, в них вот так вот прям выбираем сюда. Вот между астистыми отростками, да? И вот этим валиком мышц. Мы вот сюда прям внедряемся пальцем. Это бывает некоторым болезненно. Если что-то ты не чувствуешь, то можешь вторую руку, рукой нажать, да? И сделать. Вот так вот. Светлана, это у нас получается одновременно и массаж. Просто мы до конца разогрели человека. И вибрация и вправление позвонков артистов. Да, вот ротация их немножко немножко. Их подбиваем вот туда. Даже может так. Можно мне мой, как раз, вот у меня что-то совпало. Да, вот сюда, да. Да, вот сюда, да. Подожди, подожди, я не договорил. Я не договорил, да, ты с этого будешь делать. И это заодно еще и выжимание. То есть видишь, моя рука плотно лежит. Можно просто сделать выжимание, да? А можно дополнительным методом, да? А, и в четвертое, это еще есть. Это еще и диагностика. То есть мы как раз этим пальцем видим, где мышцы, больше спазмированы вдоль позвоночника. Вот тут, например. А, опять это же место, да? А, вот еще второе место нашли. Вот тут вот. Вот. То есть это все вместе, да? Сзади одного движения вот такое. Мы делаем четыре в одном. Еще. Ловите такой лайфхак для массажистов. Давай попробуй, да. перпендикулярно. Это там, где себя заинтересовало, да, ты может так вот еще промысл. А так достаточно вот ты двигаешься прям перпендикулярно в эти отростки. Перпендикулярно движение вот такое. Перпендикулярно позвоночника, я имею в виду. Так. То есть, давай. А, ну вот. Вот. Как раз она только пускает. Да, да, да. Ты сейчас это почувствуешь. Наши пальцы с опытом буду знать больше, чем мы. Когда это все вот нарастится опыт, а там уже все уже руки будут сами чувствовать. Давай со стирания лопатки начни, а то она уже шла. Наша девушка. А, ну, сначала. Да, 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 попробуй повторить. Помнишь, начало, да, пиление вот такое, быстрое. Потом одну, ладно, заменяешь на удачу воды. Ну, согласно. Тут, смотри, да, тут достаточно вот так. Мне не стоит, что правильно стоит, стоит там. Кстати, если мешает рука у человека, да, то это тоже вот нюанс в работе. Ближнюю к себе руку можно класть вот сюда. И мы будем свободен, и не будешь в лобусе бить, да, человека. И у тебя, поскольку, ну, я работаю с противоположей стороны, да, то раскрывается именно эта часть. А эта часть немножко подзарала. Вот. Сейчас показываю. По пирамиде вот такой, да, растираем. Если хочешь сюда залез, то, конечно, уже можно, да, и уже, как говорится, боков. Вот. Потом переходим, одну руку ставим ладонью, на другую вот этим, да, и уже валить делаем. Потом заменяем на локоть. И проходи до конца до ягодиц. Просто я с этой стороны уже сделал. Давай повторим с другой стороны. А в следующем видеоролике мы покажем еще, еще более новые мюансы в работе. ... Продолжение следует...